Беседа не задалась уже с первых минут. Большинство из тех, кто пришел на встречу, решили поддержать свою праворганизацию. Жреп номер два. И все, что не говорили чиновники, воспринималось в штыке. Одним из главных доводов в пользу компании люди называли рейтинг УК прошлого года. Жреп номер два тогда вошел в пятерку лучших. На этих должностях высоко квалифицированные кадры, которые хорошо работают, и вдруг эту компанию не выдали ей лиц. Что бы там ни было, мы за нее будем бороться. Хотя звучали и противоположные мнения. Так один из жителей пожаловался на завышенные тарифы, которые установила организация. По его словам, каждый месяц он терял тысячу рублей. После обращения в суд, жреп номер два обязали вернуть переплаченные средства. Так вот я только за мою квартиру, я переплатил 7 тысяч за мою квартиру. Таких квартир 180 у нас. А по всему жрепу, ну минутку, я же вам не мешал. А таких квартир у нас в доме, вожрев два, сколько, скажите? Это пахнет не тысячами, не тысячами, а миллионами рублей. В такой форме и прошел весь разговор. Виктор Комиссаров попытался всех успокоить. Ни одна управляющая компания не уйдет с рынка без решения жильцов. А стоять свою организацию можно на общем собрании. В этом нет ничего плохого, если еще раз мы с вами покажем, что управляющая компания, которая сегодня обслуживает наш дом, тем положенным голосованием, то бишь 50 плюс 1 процент, принесет в администрацию, которая будет проводить торги на отбор управляющей компании по вашим домам, до вынесения решения этот протокол. Больше ничего не надо абсолютно. Жильцов и этот ответ не устроил. По их мнению, собрание проведут в то время, когда все будут на работе. Однако чиновники предложили в таком случае провести собрание заочно, то есть решить будущее дома путем заполнения бюллетеней. В любом случае, решение пройдет строгую проверку на объективность. Проверка протоколов общих собраний будет проводиться достаточно досконально, потому что не секрет, что во многих домах, могу сказать по энергетику, там присутствуют протоколы, подписанные в качестве председателя совета дома, директором управляющей компанией коммунальщик ПРОВ, а секретарем выступает либо юрист этой компании, либо бухгалтер, либо лицо, которое фактически не голосовало, не принимало решения. Поэтому эти протоколы будут проверяться достаточно тщательно. На сегодня уже известно, что лицензии не получили 14 организаций. Жилищник, Альтаир Плюс, ЖРЭП номер 2, ЖЭО номер 4, ЖРЭП номер 4, Слово и дело, ТЭК, Уют, Услуга, Комфорт Плюс, Владстройконтакт, Квартал Плюс, Гарант и Комсервис. И по мнению некоторых жильцов, это неспроста. Это уничтожение наших управляющих компаний и перевод хороших домов в лук. Только с этой целью. Больше никакой цели здесь не преследуется. Судьбу еще восьми компаний лицензионная комиссия рассмотрит на очередных заседаниях. Все эти компании могут вернуться к управлению домами, подав повторную заявку на получение лицензии и при решении жильцов в их пользу. Во Владимирской администрации не скрывают, что будут предлагать жителям передавать дома в управление муниципальной управляющей организации. По мнению чиновников, она сможет лучше справляться с обязанностями, проверять ее расходы станет легче, а все работники будут получать белые зарплаты, налоги от которых пополнят бюджет. Василий Косенко, Александр Мажаров, Шестой канал.